Привет, это Ник Спикс и в этом видео я бы хотел сделать небольшой обзор вот такой интересной книжки Essentials of Writing, пятое издание. Авторство Винсент Ф. Хоппер, Седрик Гейл и Бенджамин В. Гриффит, издательство Behrens. Сразу же хочу сказать, что ну, как человек, который родился в Советском Союзе, я прошел через, ну, все становление ESL-индустрии, то есть English as a Second Language, то есть в нашем городе тоже были все эти курсы, то есть, ну, сначала были курсы там в Доме офицеров, там какие-то непонятные по книжке Bonk, до сих пор у всех, кого я знаю, кто учился на этих курсах, у них такое, ну, четкое, ну, яркое непринятие этой книжки, они, ну, мало чем научились, ну, конечно, в свое время она была, ну, считалась качественной, сегодня, слава богу, открытые границы, интернет доступен, ну, в каких-то странах меньше, да, но вам, ну, вы-то сейчас смотрите это, скорее всего, в YouTube или у меня на сайте, поэтому для вас интернет действительно доступен, вы можете скачивать обзоры, смотреть, ну, заказывать книжки любые практически, ну, и только если по цене дорогие, вы, естественно, не будете их заказывать, что я хочу сказать, что сам, сам принцип изучения языка считался, что вот он, то есть победил такой подход коммуникативный, то есть считается, что вот нужно обязательно говорить, причем говорить, вот ты пришел в какой-то английский клуб или английские курсы, пришел, нужно говорить, говорить нон-стоп, причем не важно, не важно как, не важно, о чем, главное говорить, вот такой, ну, это интересный, конечно, подход, и немножко ребята палку перегнули за эти годы, когда они хотели привлечь всех в свои школы, что годами, вот начиная с сентября и по май, буквально ходишь на эти курсы, и что говоришь, говоришь, и вот, ну, аж голова болит, и сегодня многие из студентов, которые, которые не, недостаточно владеют навыками письма, сталкиваются с тем, что у них целые пласты грамматики и лексики отсутствуют, и, ну, у них само видение и структуры текста нету, ну, такого понятия даже нету, потому что они, они вот ходили на курсы, да, то есть, а, типа, да, я учу английский, е, супер, да, и, то есть, ну, только социальный английский, как там, английский для тусовок, и на самом деле им особо и негде было это применить, потому что, когда они ехали в отпуск, они ехали с друзьями, то есть, ну, такими же русскоязычными, или, допустим, когда они, там, были на конференции, они, опять же, со своими, ну, своими коллегами, которые, которых, как бы, крутой английский не нужен использовать, чтобы, чтобы достичь своего, ну, какого-то, какой-то цели, да, там, на какой-то своей конференции, а потому что у них нету навыков письма, и у них есть пробелы в грамматике, даже базовой, из-за этого они не могут достичь своих уже карьерных целей, с этим я сталкиваюсь буквально каждый день, буквально, потому что, ну, взрослые люди, к сожалению, страдают вот этим, от такого феномена, как, ну, базовые проблемы, из-за, ну, из-за которых их бывает поднимает на смех, то есть, ну, если, если не напрямую, то за глаза, то, что он делает ошибки, и вот одна из таких книг, Essentials of Writing, это именно то, что поможет вам, ну, такой workbook, то есть, рабочая тетрадь, грубо говоря, где вы сами пишете, и где очень, очень от простого к сложному, то есть, с таких вот, казалось бы, очевидных вещей начинается, но вы сами улучшаете потихонечку свой, свой письменный язык, причем не только, если вам нужен академический, да, и в принципе, ну, и в общем тоже Итак, начинается эта книжка, так сразу же скажу, что в ней 87 упражнений, начинающихся с существительных, например, в первом нам нужно identify nouns, то есть, определить существительное, например, Mary scolded her brother for his bad language Итак, language, это существительное, я написал language, вот так выглядит первая страница, первое упражнение, и мы фокусируемся на структуре предложения, на роли предложения, на роли различных, там, частей в предложении, это, конечно, очень важно, к сожалению, в нашем, ну, в нашем полушарии, ну, я имею в виду русскоязычные страны, вот такой, вот такой подход коммуникативный, да, то есть, мы все время учим английский по вот этой книжке коммуникативной, и каждый, каждый сентябрь мы начинаем с present continuous и present, present simple, и спустя, спустя десяток лет мы, к сожалению, то есть, ну, если мы что-то еще не предпримем, кроме этого, мы так ничего и не сможем сделать, то есть, это просто время, ну, как babysitting, то есть, вот ты что-то делаешь, да, но непонятно что, и а время уходит, и с помощью более осознанного такого изучения структуры предложения и как это применять на письме, вы начинаете уже понимать и использовать в песенных заданиях, к сожалению, я раньше не уделял самостоятельно, ну, письму много внимания, поэтому первое мое эссе, когда я писал, оно было ужасного качества, это было 2000 какой-то год, там, начало, и я ходил на курсы FCE, то есть, подготовки к экзамену First, он сейчас называется экзамен First, не, раньше назывался First Certificate of English, а сейчас это Cambridge English First, ну, то есть, уровень где-то B2+, и на нем writing, это его часть этого экзамена, и вот, конечно, я там пострадал от этого writing, потому что, ну, все принципы, которые были со школы у меня, они все были, ну, либо неправильные, либо какие-то недоделанные, то есть, ну, по-русски я писал автоматом, я даже не задумываюсь, там, написал, все, там, пять-пять, то есть, ну, один из лучших в классе, всегда был в школе и так далее, а уже на английском это, ну, не прошло, потому что у меня не было структурного понимания, то есть, четкого, отработанного, не то, что стиля, у меня не было даже никакой структуры, то есть, я не понимал задание, то есть, как ответить на задание, то есть, я просто писал всякую, там, ну, ерунду подряд, а так не пойдет в английском, нет, то есть, нужно осознанно, ну, ну, во-первых, понимать, во-вторых, осознавать, ну, какие предложения ты используешь и так далее в этой книжке ты найдешь такие ну все пожалуй все упражнения которые используются в во всяких экзаменах типа егэ потому что они тупо копируют из кембриджских экзаменов все здесь используется что еще да как ставить ну знаки преподавания да 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 уступительные всякие предложения фразы как ставить сами каланс то есть точки запятой и так далее и в конце тут уже больше все больше и больше места становится пустого то есть ну для самостоятельного письма то есть от простого где ты просто вставляешь ну определяешь слова ты в конце учебника доходишь аж до такого очень продвинутого когда ты уже являешься я собственно и писателем это неплохо конечно уделяется еще и миспронуциейшенс ну типичные типичные ошибки в спелли то есть эффект и эффект то есть эффект как существительное эффект эффект как глагол и так далее поэтому очень серьезно вам рекомендую если у вас есть время берите вот эту книжку если у вас есть вернее если у вас нету времени берите и и если у вас есть свободное время то ну допустим если вам еще там не 30 не 40 не 50 то есть в ваше время на вес золота если вам еще 20 и вы еще учитесь да еще родители помогают то тогда берите книжку the right start в той книжке 500 страниц и от самого начала вы проходите через через вечность и уже выходите из этой книжки настоящим таким вот за материалом писателем вы можете писать на любую тему любой вид то есть ну очень очень структурно очень конкретно и четко эта книжка называется the right start если у вас нету времени на 500 страниц используйте вот эту книжку здесь очень много упражнений еще раз сколько здесь восемьдесят восемьдесят семь упражнений которые помогут вам улучшить грамматику и ну в письме то есть practice by doing не не описание какое-то а именно с помощью упражнений надеюсь что это видео было полезно для тебя если так то ставь лайк ну по возможности ну дислайков не надо ставить конечно ну хотелось бы их избежать и сохрани это видео и ну подписывайся еще смотри новое я буду стараться доносить до тебя вот новый обновленный контент спасибо